всем привет последние новости вязальные насколько я снимала а нет я же показывал предыдущие видео там кардиган до показывала ну сейчас немножко моих продвижениях посылках с пряжи то что я получила и еще я получила одну посылку со спицами за заказывала я на алиэкспресс покажу какие спицы я купила ну я почему купила я посмотрела девочки очень хвалили эти спицы и они похожи вроде как похожи на спицы чагу насколько я поняла да что то такое вот в общем ирина маркелова их хвалила и мэри с канала вязание и жизнь в общем я решила тоже заказать заказала и спицы шли почти месяц но пришли все нормально получила сколько я там не помню я 6 позиции заказывала вроде бы но три набора спиц пришли совершенно с другой леской другой длинной леской вот и я уже не что так интересно было как же на них вязать я сейчас покажу конечные спицы ну я продолжаю серию деревенские носки то есть у меня куча всякой пряжи в остатках и я решила пустить всю пряжу в дело это я вот очередные деревенские носки сыну вижу очень теплые тут у меня несколько видов пряжи это вот только 3 ма . разной пряжи это мохер стопроцентный мохер и два вида смесовки ну тут у меня гораздо больше у меня тут и drops я использовала секцион куда и тут у меня по моему ализе кусочки малюсенькие совсем тоже секционки ну вот такие носочки у меня получились ну неплохо да сейчас покажу сами спицы какие это вижу эти носки поскольку я вижу тут из очень толстой пряжи и соответственно взяла спицы вот эти новые я покажу сейчас как они выглядят название на них как такового нет значит и вижу я на четверки у них есть тут маркировка где-то вы гравирована гравировка нанесена вот да вот четверочка но я думаю сейчас видно плохо вот 4 миллиметра вяжется конечно быстро что могу сказать о самих спицах значит это все-таки не леска это все-таки тросик в оплетке из типа лески что-то да как бы тросик в леске то есть они эти спицы не такие жесткие допустим как китайские на тросики вот и не такие приятные как допустим вот у меня спицы книг про нова с покрытием с этими никелем по моему не хита вот на которых действительно все летит здесь леска без памяти очень удобно на них вязать мне очень нравится эти спицы я перед этим перед вот этим заказом спиц с алиэкспресс заказывала здесь в интернет-магазине спицы книг про нова вот эти вот с покрытием на них действительно все летит замечательные такие спицы не очень острые но такие в меру удобные я вязала кардиган на них вот этот последний и очень удобно мне понравилось хорошие спицы вот так вот эти спицы с алиэкспресс они не такие скользкие у них из плюсов это очень хорошее соединение вот этого тросика с самой спицей замечательно нет никаких вот таких вот резких перепадов поэтому ничего не цепляется вяжется очень неплохо сейчас я покажу я уже открыла конечно саму посылку так сейчас значит вот так вот они выглядят с одной стороны книг тинг может быть это название этих спиц книг тинг так а вот так вот они выглядят с лицевой стороны значит что тут из примечательного я эти еще спицы не одни не трогала кроме четверочки у всех спиц разная леска тросик отправим сказать не значит достанем еще одни белые посмотрим поближе распечатывала так тут вот похоже леска какая-то такая белая это у меня пятерочка заказывала все спицы длиной 100 сантиметров спицы все заказывала длиной 100 сантиметров значит что у меня пришли какие вот это вот эта четверка на которых я вижу носки потом пятерка 100 сантиметров четыре с половиной 100 сантиметров а остальные спицы то что мне в первую очередь были нужны 100 сантиметров это 325 это пять с половиной мне в принципе и особо не нужны конечно но они как набором были подешевле так и 275 вот это 40 сантиметров всего это это 40 сантиметров вместе со спицами честно говоря я такими спицами никогда не вязала поэтому для меня 40 сантиметров как бы не знаю что с ними делать с такой длиной но попробую что можно еще отметить что все спицы у них у всех разные кончики вот такое впечатление что как бы делали не знаю или это так задумано то есть вот допустим 325 они более тупые кончики пять с половиной очень острые значит два с половиной тупые кончики четыре с половиной средние такие не острые не тупые и пять миллиметров они какие-то вроде острые а потом резко обрывается еще не знаю надо повязать повязать и потом посмотрим какие же они будут в работе вот лески у всех разные вот допустим вот это все таки я не знаю или может быть тут не просвечивает но тут вот видно на четверке что там есть внутри тросик здесь и не пойму здесь по моему нет трубки к внутри здесь вроде бы очень сложно сказать так вот здесь желтый тут точно это тросик внутри так пять с половиной тоже тросик внутри и 325 похоже тросика тоже нет у всех вот эти вот лески и тросики как их правильно назвать они без памяти то есть они не запоминают форму изделия которые вы вяжете и возвращаются назад то есть не надо и выпрямлять не запаривать ничего как с обычной леской в общем очень удобно но пока могу сказать только в одних вот этих спицах вязать удобно скольжение хорошее стыки хорошие по крайней мере на этих спицах эти еще не пробовала ни одни так ну что еще тут нужно такой скажем бюджетный вариант они совершенно недорогие я заплатила за сколько мне раз раз два три четыре пять за шесть спиц шесть пар спиц я заплатила вместе с доставка у меня была бесплатная значит за шесть спиц без доставки я заплатила где-то около двадцати пяти рублей белорусскими это значит меньше меньше десяти долларов где-то долларов наверное семь восемь вот так ну спицы неплохие единственное конечно у меня разочарование что вот не тот размер пришел лески я хотела длиннее никогда не вязала но я знаю что девочки там вяжут носки на таких рукава но честно говоря но я не знаю мне кажется не очень удобно на них и вязать по крайней мере хотя вот они вот эти вот укороченные да вот смотрите вот это спицы которая 4 миллиметра она длине чуть ли не в половину да а вот эти которые на короткой лески они короче спицы эти намного вот укороченные да то есть тут укороченная леска и укороченные спицы но может быть кому-то это нравится такая конструкция кто-то применяет я как бы не знаю никогда не вязала но попробую что-нибудь может быть даже для того чтобы переснять или что-то такое маленькое связать вообще я считаю так что если вот такие спицы брать укороченные и с короткой леской хотя бы две надо иметь пары чтобы как-то дополнять не знаю если кто-то вязал на таких спицах укороченных с короткой леской 40 сантиметров 40 сантиметров это вместе со спицами напишите пожалуйста мне интересно тут вот они указывают что можно вязать шапочки носочки шарфики этими спицами ну видимо рукава у кофточки надо попытаться попробовать ну не знаю насколько здесь хороши стыки да где соединяется сама леска и спица еще посмотрю просто не было времени у нас прошлая неделя просто выпала и у нас тут лазарет был заболели какой-то вирус прицепился причем вирус такой разнообразные у кого горло у кого простуда совершенно пошла в другом русле в общем переболели сейчас лучше мы даже вчера уже съездили совершили шоппинг надо было кое-что купить ездили в минск погуляли правда я еле живая оттуда приехала очень много ходили наверное не надо было этого делать но мы решили раз мы уже выздоровели да то можно уже ехать и гулять поэтому устала конечно очень сильно и сегодня то что я планировала сделать я все это дело отодвину скорее всего на завтра вот чем я еще занималась скажу сразу я штопала носки ну штопка это назвать сложно да я в общем то по петлям у меня протирается вот как-то у людей протирается вот эта часть пятки у меня протирается вот эта часть пятки я по петлям просто вышивала нитками в том и не видно совершенно что здесь как бы пятка уже новая не настолько сильно я их износила я так смотрю что если там стирается да но еще никаких протертости никаких дырок нет я стараюсь конечно на этом этапе уже пяточки подновить потому что эти носки я просто не только эти но все носки которые у меня есть теплые я ношу не снимаю вот эта серия у меня деревенских носков именно толстых они у меня в ходу дома вместо тапочек я в них хожу постоянно практически но только когда жара летом я естественно их не ношу а вот весна осень вот такое время когда у нас уже прохладно я не снимая ношу эти носки поэтому выбрасывать если только вот тут чуть-чуть протерлась мне честно говоря жалко поэтому я их и чиню вот таким образом я думаю они мне послужат еще хотя бы годика два я надеюсь потому что пряжа толстенькая уютненькая тем более у меня тут с альпакой жалко было бы такие носочки потерять вот основное тело вот это это у меня альпака очень хорошие носочки вот поэтому вот занималась починила я три пары носков таким образом вот вышивая вот эти вот пяточки и у меня не послужат еще какое-то время рука не поднимается выбрасывать такие хорошие носочки очень люблю вот серию деревенских носков хотя у меня есть навязаны носки из дропса и секционки другой там вот эти тоненькие которые я вязала на спицах два с половиной двоечки но они как-то у меня не в ходу потому что в ботинки разве что я еще могу надеть зимой но я крайне редко их надеваю мне в основном нужны носки для дома ну еще девчонкам своим я вот связала красивые ажурные носки а своим сыну там мужу внуку я вяжу вот такие теплые носочки для дома так это показала еще покажу у меня пришла одна посылка я ее распаковала естественно значит меня соблазнила Лиза с канала Лизаветина она себе купила махер я вообще махер не очень люблю вязать сделала поближе так а где у меня бумажки все так я же так где описание то так значит соблазнила меня Лиза она накупила себе махера на зиму вязать и не знаю вот говорят же что вот заразительно вот это вот все кто-то показывает и хочется попробовать тоже что-то очень мало вяжу из махера вещей раньше как-то вязала потом не знаю мне жарко все время поэтому махер я ношу крайне редко хотя иногда хочется когда вот зима когда холодно что-то такое легонькое надел какой-нибудь джемпер или кофточку и сверху такую легкую куртку и побежал у меня вот махер это вот стопроцентный махер это английский махер кстати по моему да вот вяжу носки из него и тем более знаете вот он такой он натуральный тут никаких нет добавок поэтому он на мой взгляд колючеватый хотя кофточку можно конечно связать не знаю мне кажется вот пока на носки его пускаю вот а этот махер он не чистый махер не стопроцентный махер он смесовка я сейчас прочитаю что тут в составе причем купила я пока думала да его уже практически разобрали я вот взяла последние две бобинки значит в составе махер шерсть вискозы нейлон и акрил артикул менокит это сток и талия серый молочный и коричневый 450 метров на 100 грамм я взяла 414 грамм и побоялась что мне не хватит да на полноценное изделие поэтому я докупила еще это вот лот вот так вот целиком лот это так сейчас скажу это вот здесь у меня так значит это два абсолютно разных бобика так значит вот это меринос фабрика миролью вот 77 процентов мериноса 22 полиакрила и 1 процент 1 процент эластана здесь уже метраж 950 метров на 100 грамм его 112 грамм у меня но надо сказать он довольно толстенький вот этот мериносик я думаю он еще распушится к тому же он кардный поэтому мне кажется он хорошо распушится и вот это вот вспушенный меринос это не махер это вспушенный меринос такая ниточка пушистенькая замечательная вот я бы его конечно взяла в большем количестве он на черной основе этот мериносик да и здесь 40 процентов мериноса 10 процентов кашемира 25 25 вискозы и 25 полиакрила и метраж здесь 725 метров 100 грамм а тут 124 грамма у меня вот и сейчас я объясню почему я красный взяла сюда на всякий случай значит вот тут вот такие коричневатые красноватые это как бы секционка и вот секции здесь ближе к красному такие коричнево-красные я думаю если я что-то такое придумаю мне кажется это будет даже интереснее чем я бы купила на полноценное изделие хотя не знаю мне может и хватит я свяжу образец посмотрю из плюсов он мягчайший мягчайший то есть вот видимо если брать махер в смесовке то он не такой страшный допустим вот как вот этот стопроцентный махер очень приятный очень пушистый и мне кажется его можно вязать наверно мне кажется его можно вязать наверно на четверки или пятерки интересно как он себя будет вести после стирки распушится может он вообще распушится и тогда мне хватит его полностью ну я уже тут у меня в голове такая модель где будет использоваться и вот этот вот вот эти два бобика вот эти два шикарные очень красиво вот это тоже нежнятинка просто мягкий мягкий вот этот вот этот спушенный меринос просто мягчайший ну вот еще не запомнила так значит 124 грамма 725 нет ну тут по-любому ну никак не хватит ну и единственное только что если я буду караулить еще вот такой может быть приедет мериносик мериносик я еще докуплю на черной основе ну очень красивый вообще я считаю вот это вот приобретение очень удачное вот просто замечательное ну посмотрим что-то в последнее время меня очень тянет комбинировать вот эти вот различные виды пряжи да я тут еще достала у меня из старых запасов я получала по-моему больше года назад еще вот говорю не люблю вязать из махера сама купила но этот махер у меня лежит года полтора уже с пайетками так а тут где-то надо тоже смотреть в описании которое было здесь приложено в посылке вот этот здесь в основном махер да и он конечно вот с этим не сравнится он более колючий вот этот вот он бордовый какой-то винно-бордовый наверное и вот эти микро пайетки конечно они очень красиво и вот я смотрю теперь вот это вот это и вот это как бы вот это все соединить вот эту красоту чтобы получилось здорово конечно вот этого винного у меня на полноценное изделие тут граммов пятьсот шестьсот наверное вот ну хорошо так я уж не помню сколько но я брала на полноценное изделие и метраж здесь хороший потому что здесь по-моему ниточка она потоньше чем вот тут естественно его хватит намного вот тянет меня скомбинировать я буду делать разные образцы небольшие обрывать нитки тоже я не буду буду смотреть как это все у меня получится ой у меня там кто-то пришел буду заканчивать видео ну потом я покажу я сделаю образцы и покажу что мне получится вот сейчас солнышко падает и видно как это все переливается очень красиво так все буду заканчивать видео дачники принесли помидоры с огорода с которыми надо что-то делать я еще хотела снять у меня же тут такая красота лежит на семена да ну покажу обязательно вот просто вот шикарные вот эти томаты у меня подарок от экзоты который вот от мне прислали в подарок да вот эти экзоты коллекционер и я хочу показать какая красота выросла они уже поспели переливаются всеми цветами радуги вот на этом буду заканчивать всем всего хорошего всего доброго мира добра благополучия и до следующего видео так ну сейчас покажу яблоки это наше яблоня у нас единственная яблоня но она дает вот такие яблоки это штрейфель очень сладкая хорошая яблоня старый-старый сорт нам она это яблоня досталось когда мы вот участок брали вот нет это я только что называла штрейфель да да штрейфель называется штрейфель такие сладкие сочные яблоки так плохо видно вот так вот так вот такие яблочки замечательные так принесли еще вырвали морковку морковище какая морковище сейчас надо мыть кстати ботву никогда не выкидываю сушу сушу у кого бессонница кто плохо спит кому не хватает селена кому нужно успокоительное для ногтей для волос в общем шикарное средство не выкидывайте сейчас вот это будем мыть там внизу еще фасоль надо фасоль шелушить ну и томатики сейчас покажу вот томаты всякие разные разнокалиберные тут и де барау и черри лежат и крупные и всякие разные это вот у меня и по окнам и на полу расстелено все вот я уже прилично так переработала ну то что я сделала да я потом покажу много я не делала ну так по три по две по четыре баночки в общем красоты на зиму так вот тут у меня лежат еще под столом лежат в общем везде это я как дополнение еще видео сняла но думаю надо показать свои помидорки вот эти вот ой какие же они красивые вот эти вот невозможно просто так это по моему сержант пеппер да это сержант пеппер так вот тут у меня на семена лежат громадные и всякие разные экзоты но это надо поближе показывать в общем тут всякие разные томаты я их помою протру потому что только разложили вот а потом буду брать на семена вот этот я не знаю сколько он может весить сейчас я на руку возьму покажу вам он с мою ладонь видите граммов не знаю сколько даже говорить не буду вот но на этом точно все буду заканчивать